Человечество Только представьте себе, научная аппаратура, которая создавалась руками ученых из этого института, сейчас находится в миллионах километрах, на орбите и даже на поверхности далеких планет, таких как Луна, Меркурий, Венера и Марс. Кстати, в последнее время все больше приходит новостей с орбиты Красной планеты, и их делают ученые Института космических исследований Российской академии наук. Марс — следующая цель землян в покорении Солнечной системы. Минимальное расстояние до Марса от Земли может составлять 55 миллионов километров. Средняя температура на поверхности Красной планеты — минус 60 градусов Цельсия. Иногда на Марсе выпадает снег из замерзшего углекислого газа. Здесь есть полярные шапки, которые покрыты водяным и сухим льдом, а их размер может меняться в течение сезонов. Раньше на Красной планете текли реки. Сейчас вода скрыта в подповерхностном грунте. У Марса практически нет магнитного поля, которое защищало бы планету от солнечной радиации. Из-за этого марсианская пыль сильно канцерогенна, а почва ядовита. В грунте много солей и хлорной кислоты. Атмосфера планеты в 100 раз тоньше земной и состоит на 90% из углекислого газа и других примесей. Именно поиск малых газовых составляющих атмосферы — главная цель исследования российско-европейского зонда TraceGase Orbiter — первой части миссии «Экзомарс». Почти три года уже номинальной научной миссии, и приборы работают прям постоянно. То есть постоянно — это прям ежедневно и по несколько раз в день. Может быть, мы сейчас говорим, а он там меряет по как раз циклограмме, по телекоманде. Одно из первых громких открытий было сделано с помощью российского спектрометрического комплекса для исследования атмосферы Красной планеты — АЦС. Ученые обнаружили следы метана. А, как известно, этот газ может иметь либо вулканическую, либо биологическую природу. 28 апреля 2018 года первая орбита, первое наблюдение — это было воскресенье. Но мы, естественно, участники команды поехали просто на работу, чтобы увидеть этот первый спектр с Марса. Сели за компьютер, стали смотреть, и нам показалось, что мы даже увидели метан в атмосфере. И мы, а, ура, как бы метан, мы пошли праздновать, мы как бы очень радовались. Метан — прямой маркер жизни. На Земле 95% этого газа в атмосфере появилось благодаря деятельности живых или погибших организмов. Ученые обнаружили метан у поверхности Марса и предсказали его в атмосфере. Но по каким-то причинам на высоте газ исчезал. Потом выяснилось, что то, что мы увидели в первый момент с нашим очень чувствительным прибором, это вообще новые СО2-линии, которые там отсутствовали в спектроскопических базах данных. И это там послужило, ну, это такое небольшое тоже открытие, но очень интересное для тех, кто занимается атомной и ядерной физикой. Через некоторое время учеными Института космических исследований Российской Академии наук было сделано еще одно открытие. В атмосфере Марса найден хлор, который ранее не видели другие миссии. Он появляется в атмосфере только во время сезонных глобальных полевых бурь. Каждые 3-4 года на Марсе происходит таяние полярных шапок, что приводит к резкому повышению давления атмосферы и перемещению больших масс воздуха в противоположное полушарие. Скорость дующих при этом ветров составляет от 10 до 40 метров в секунду, а иногда достигает 100 метров в секунду. Ветер поднимает с поверхности большое количество пыли, что приводит к глобальным бурям, которые полностью окутывают загадочную планету. А еще испаряет из почвы последние остатки воды. В случае Земли, тропопауза, высота 10 километров, облачные наши слои отлично блокируют воду в нижней атмосфере. На Марсе это происходит немного по-другому. Вода может подниматься довольно высоко, до высот 40-60 километров. Это предполагалось и косвенно наблюдалось. Но в нашей работе мы показали, что это не так. Во-первых, вода может подниматься значительно выше, на высоты 60-80-100 километров в пыльный сезон на Марсе. Таким образом, потери воды происходят еще быстрее, чем могут предсказывать современные модели общей циркуляции. Почему вообще Марс так стремительно теряет защитную атмосферу? Все дело в размере планеты. Марс в два раза меньше, чем Земля. И без того небольшое ядро Красной планеты со временем остыло, магнитное поле ослабло, и атмосфера стала резко улетучиваться в космическое пространство. Однако российский прибор с дружественным названием ФРЕН, который установлен на TGO, прямо с орбиты все же видит остатки воды в грунте Марса. То есть он не то чтобы совсем уж сухой и совсем уж холодный. Мы уже получили карту водяных оазисов на поверхности Марса, и сейчас ее изучаем. Мы нашли ряд регионов в экваториальном поясе, что, в общем, для Марса необычно, потому что основные водяные запасы, конечно же, сосредоточены ближе к полюсам. Там просто аналог вечной мерзлоты земной довольно распространен. Находка воды у экватора – большая удача, ведь именно в этой области любая жидкость, нагреваясь под солнцем, улетучивается из атмосферы. Ученым еще только предстоит понять феномен ее сохранения. Если мы видим воду так близко на поверхности, это означает, что еще глубже ее может быть еще больше, и она может быть там еще теплее, что может указывать на жизнь простейшую. Внутри находится марсоход. В процессе посадки будет подана команда на подрыв специального пиротехнического устройства. Кэропатрон подорвется, и штанга отойдет в эту сторону, чтобы позволить марсоходу выйти из внутреннего объема, не препятствовать его съезду. Вторая часть амбициозного проекта России и Европы – «Экзомарс-2022» нацелена именно на поиск следов жизни на Красной планете. В отличие от первой миссии, это будет наука на поверхности Марса. Посадочная платформа «Казачок», а также ровер «Розалинт Франклин» на его борту сейчас проходят финальное испытание. Основной объем работы был сосредоточен на отработке летного изделия, на проведение работ, связанных с измерением его массово-инерционных характеристик, проведение динамической балансировки изделия. Также были проведены стыковочные, электрические и функциональные испытания двух ключевых элементов миссии. Это марсоходы «Розалинт Франклин» и посадочная платформа российская. Астрономическое окно для запуска на Красную планету бывает каждые два года. Тогда Земля и Марс находятся на своих орбитах ближе всего друг к другу. Старт запланирован на сентябрь 2022 года. Прибытие на Марс в июне 2023. Регион посадки равнина Оксия. С точки зрения глубинного анализа этот регион наиболее интересен ученым. В составе комплекса научной аппаратуры есть телевизионная система. Вот она здесь, прямо перед вами. То есть фактически при сбросе аэродинамического экрана мы увидим его отход, мы увидим приближение поверхности и оставим свой след в истории. Посадка — наиболее сложный этап любого полета. Специалисты называют эту операцию «семь минут ужаса». В момент входа в атмосферу Марса скорость зонда 5 км в секунду. После прохождения участка максимальных тепловых потоков вводится первый каскад сверхзвуковой парашютной системы. После этого вводится второй каскад. Это парашют диаметром 30 метров. Как десантный модуль спустился до необходимой высоты, включается система управления активным торможением. Посадочный модуль покидает задний кожух и начинается активное торможение двигательной установкой, которая длится порядка 30 секунд. Марсианский двигатель не имеет мировых аналогов. Он разрабатывался совместно КБ «Химмаш» имени Исаева и НПО «Лавочкина». Достаточно интересная разработка. Это двигатели, работающие на однокомпонентном топливе. Главная его особенность – широкий диапазон регулирования тяги от 300 до 1300 килограммов. Эти двигатели такого класса, они обязаны просто иметь очень глубокое дросселирование. То есть регулирование от номинальной тяги до небольшой тяги около поверхности, когда уже высота приближается к нулю. Эта двигательная установка обеспечивает, выполняет эти задачи. Через некоторое время после посадки на аппарате раскрываются панели солнечных батарей и малонаправленные антенны для связи с орбитальным модулем TGO, который будет работать как ретранслятор. «Казачок» готовится к съезду исследовательского ровера на поверхность Марса. Для того, чтобы обеспечить его безопасность съезда, стояла сложная инженерно-техническая задача. В конечном счете было выбрано вот такое вот техническое решение в виде вот такой металлической сетки, которая позволяет, с одной стороны, обеспечить надежное зацепление колес марсохода, и, с другой стороны, позволить удержать его по направлению движения и избежать бокового перемещения. То есть он как по рельсам у нас должен съехать по ним. Посадочная станция «Казачок» — это тоже большая научная платформа. Аппарат будет производить съемку, исследовать атмосферу и климат, анализировать радиационную среду, изучать распределение подземных вод в месте посадки и выполнять геофизические и сейсмологические исследования внутренней структуры Марса. Специалисты предполагают работу «Казачка» на поверхности как минимум один марсианский год, что составляет 687 земных суток. За это время на Красной планете сменятся весна, лето, осень и зима. Мы имеем долгоживущую и подвиженную сценарную платформу, которая может в течение марсианского года изучать особенности именно выбранной точки. Там суммарно 13 приборов, 11 из которых изготовлены в ИКИ. Марсианскую атмосферу надо фильтровать. Это шайбы металлопорошковых фильтров с очень тонкими порами, которые задержат не только крупные, но и мелкие частицы пыли. Многие ученые-планетологи считают Марс модельной планетой, на которой многие процессы происходят в очень чистом виде и не так усложнены, как, например, на Земле. Наш прибор будет анализировать химический и изотопный состав атмосферы Марса около его поверхности, что очень важно для понимания целого ряда планетных процессов, процессов планетной эволюции. В частности, взаимодействие поверхности и атмосферы. Дистанционные методы не дотягиваются до поверхности. Они смотрят от открытого космоса до высот порядка единиц километров. Мы же предполагаем работать вот около самой поверхности, там, где можно работать, только находясь на месте. Ну, в данном случае на месте будет находиться наш прибор. На европейском марсоходе «Розалинт Франклин» также будут установлены российские приборы — инфракрасный спектрометр «СМ» и нейтронный детектор «Адрон». Главная задача «Адрона» — поиск воды в подповерхностном грунте по пути следования марсохода. Прибор «Адрон Рэм» — нейтронный прибор, который измеряет вторичное нейтронное излучение от поверхности Марса. Сам прибор возник как продолжение концепции уже предыдущего прибора. Прибор «ДАН» — он находится на борту американского марсохода «Керрюсити». Мы его немножко улучшили, немножко добавили и снизили массу практически в два раза. Когда ученые с помощью этого детектора обнаружат интересные места, двухметровая буровая установка ровера начнет самое глубокое бурение на другой планете в истории космонавтики. Чего никто никогда раньше не делал. В том числе и американские марсоходы, и новый марсоход «Марс-2020» — они не будут глубоко закапываться. Они не умеют этого делать. Найти следы жизни прямо на поверхности достаточно сложно. Вот это вот основная фишка марсохода «Экзомарс» — забор образцов с глубины до двух метров, что позволяет достигнуть тех слоев, где возможные следы существования жизни были сохранены. Все работы с летным изделием проходили с учетом строгих требований планетарного карантина в чистовых помещениях. Иначе жизнь, которую можно найти на Марсе, никто не гарантирует, что она не прилетела из Земли. Проект «Экзомарс» — это огромный опыт совместного сотрудничества российских и европейских ученых. В апреле 2022 года аппарат будет доставлен на космодром Байконур, откуда в 2016-м стартовала первая часть миссии. Такое партнерство, безусловно, станет хорошим примером для других отраслей в международных делах. Мы учимся друг у друга, стараемся найти общий язык, стараемся найти какие-то подходы, а так, чтобы учитывать интересы каждого. Это очень важно. Одна из тех вещей, которые вдохновляют на работу, вдохновляют на реализацию сложных проектов, как наши. Гигантское количество рутины, гигантское количество проблем, гигантское количество задач, которые надо решать при разработке и складывании этого большого пазла в единую корсинку, чтобы прибор просто улетел. Но зато, когда он улетел и начинают измерять, ты начинаешь смотреть на эти данные, в общем, первые в мире, и это просто интересно. Мы сами являемся и конечными потребителями этих данных, которые мы получаем. Мы сами делаем на них науку. Это наше детище, наши работы, и когда это превращается в научный результат, признанный в норовом сообществе, это вот бесспорно очень приятно. В кругу планетных исследователей какое-то время назад появился мэм. Если на конференции вы спросите у ученого-планетолога, есть ли жизнь на Марсе, он вам ответит, теперь есть.